Ядросы, да? Занимались летом и осенью подготовкой к этим спектаклям под названием «Голосование по правкам Конституции и выборы 13 сентября». А когда это пришло, министр Хальзов говорит, а мы, точнее я, он говорит, «Я не ожидал такого всплеска, такого масштаба эпидемии». «А чем же ты занимался, господин министр?» В этом ответе, который у меня в папочке находится, не буду вам эти три страницы текста читать, перескажу в трех фразах. В области все нормально, все под контролем, тестов хватает всем, кому положено, не волнуйтесь, если есть вопросы, пишите дальше. Этот ответ является примером циничного вранья, потому что Юрий Петрович Пенухов юрист, он работал раньше председателем городской избирательной комиссии, он юрист дипломированный, профессиональный, и он знает, что в требованиях Роспотребнадзора записано, что тестировать на ковид, ПЦР-тесты или кровь, госпожа Попова обязала всех граждан, которым 65+, и у которых есть любые признаки ОРВИ. А мы прекрасно знаем, что наши пожилые граждане с признаками ОРВИ, с температурой 38,5, с воспалением легких, тестируют только если они этого очень просят настойчиво. Поэтому это просто вранье. Господин Петухов, зачем же вы врете или подписываете документы, которые вам готовят ваши подопечные, ваши подчиненные? Готовы вы отвечать за свое вранье и перед гражданами, и перед законом? Посмотрим. Продолжение следует...